Есть у нас от которой скрывается? Нет. Есть? Да. Давайте по словам повторим с москвит. ГАТИР 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 ГАРТА ГАТИР ГАРТА ПРАПУ САКШИ САКШИ НИВАСАА САРАДАМ СУХРИ СУХРИ РАБАВА ДАДОАМ ДАДРААМ С scanned НИЛХАНАМ ВИДЖАМ АВЬАЯМ АВЬАЯМ ГАТИР ГАРТА ПРАПУ САКШИ ГАТИР ГАТИР РАУСА САКШИ ГАТИР БАРТА ПРАПУ САКШИ НИВАСАА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тех или иных полубогов Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Я цель и хранитель, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг. Я созидание и разрушение, основа всего сущего, место успокоения и вечная семья. Хороший стих. То есть в Бхагавадгите, как она есть, с комментарием «Боже с Немелоси Шива Павлопады» нет плохих стихов. Единственное, что какие-то стихи мы уже понимаем, а какие-то еще не понимаем. И вот недавно, недавече, как вчера, рассматривал фотографии Вриндава, Донни Тайя Пробудома. И я все время думал о том, я видел божества в Вриндаване, которым поклоняются предные. И эти божества, они, как бы можно сказать, не в таком привычном для нас стиле, не в европейском. Смотришь, глаза, они так, как все. За лицо выходит. Иногда. Или, как бы, ну, выражение лица. Мы привыкли к тому, допустим, что в Киеве очень красивое божество. Мы понимаем, что это Кришна, что вот Он такой, да, лицо, руки, ноги, все. Я помню, когда я первый раз в Житомире здесь увидел божества, здесь были божества, такие сантиметров 70, они были высотой. И когда я их первый раз увидел, он мне, что-то вообще не понравилось. Что такое? Но когда я зашел в алтарь, приблизился к ним поближе, это было, там на стене висел такой алтарь, и он закрывался шторками. Это была квартира однокомнатная на 1 мая. И как-то, по милости Господа, я не знаю, потому что там была уже, насколько я понял, потом, была какая-то война за того, кто будет пуджать. Матыша Камала Нерова была на передовой этой войне. Да, нет. Нет? Да, нет. Надо шутить. И когда один предный, который поклонялся этим божеством, он мне сказал, я уезжаю, поживи несколько дней, то есть, ну, и будешь поклоняться божеством, для меня это было вообще впервые. Я помню, когда я зашел в алтарь и закрыл за собой штору, я понял, что это другая планета. Было такое четкое ощущение того, что это совершенно другая планета, совершенно другие, как бы сказать, измерения и ощущения. Я даже для проверки высунул нос обратно, то есть, факт, оно было немного по-другому. И что касается божества, которые находятся именно непосредственно в самой возвышенной обители этого материального мира, Шри Вриндава, который находится на этой планете Земля, то вчера, рассматривая фотографии, я понял, почему индусы, они смотрят на них и глаз оторвать не могут. Вот, и я помню, как Читани Чандра вчера на другом рассказывал, захожу в храм, стоит какая-то пожилая женщина, такая старая уже достаточно, и что-то намашет кулаками этому божеству, там что-то рассказывает, бьет себя в грудь. Ну, как будто пришла, я не знаю, там, к мэру города, что ли, рассказывает о том, что у него буду отключили и не дают, то есть. Говорила, 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 потом сложила ладони, расплакалась, поклонилась и ушла. И я просто, всякий раз, когда слышал эту историю, я пытался понять, то есть, как бы, ну, исконанские храмы, они отличаются. Там, как я уже говорил, там другие божества, и там действительно ты, как бы, ну, видишь то, что ты привык видеть. Но вчера, рассматривая фотографии, я понял, почему, то есть, ну, почему они любят так Кришну. И, то есть, это, это, это моя, как бы, вывод мой, к которому я пришел, потому что у них больше никого нет. Я видел на фотографиях жизнь, наверное, да, то есть, она, сказать, что она простая, с нашей точки зрения, она суперпростая. Она там, я не знаю, мегапростая, потому что простая до невозможности, даже самые элементарные вещи, которые мы привыкли здесь, там их может не быть. Как Читания Рупини рассказывала, что когда она с женой Губи Прангана Прабуу готовила у нее дома, она говорит, у нее скользкий пол. И полно мух. И она говорит, я так вообще, ну, стояла там все это готовила, меня просто скреживало от того, что, как бы, мне казалось, что здесь такая антисанитария. И пришла такая улыбающаяся жена Губи Прангана Прабуу обняла и сказала, в чем проблема? Давай, правда, усправит. То есть, она говорит, я дня четыре боролась, как бы, со своим умом, со своими, как бы, стандартами и взглядами на жизнь. И здесь, в этой главе, Кришна, Он раскрывает суть о себе. Не зря эта глава называется «Самое сокровенное знание». И здесь Кришна описывает, как Он проявляется в этом мире, давая нам возможность видеть Его таким образом. Давая нам возможность соприкасаться с Ним таким образом. И вот, даже когда Маджи Камма Нирмала пела, я подумал, что это именно какое-то такое настроение, когда, вот, когда поешь, и больше нет никакого прибежища. И в действительности это так, что у нас нет, нет, больше в этом мире у нас нет, кроме Кришны. Мы можем полагаться на какие-то еще свои, как бы, остатки здоровья, остатки энергии какой-то. Кто-то очень разумный, много мозгов, то есть, ну, по крайней мере, они задействованы. Но приходит какая-то ситуация, и мы понимаем, что все это было Афелькина грамота, то есть, очень легко это разрушить. И что тогда? На что мы сможем опереться? И по милостившей правопады, мы можем опереться на Кришну. И здесь Кришна говорит об этом, что здесь много стихов. Кришна описывает, что Я цель и хранитель, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг. То есть, вот это сама цитата, самый близкий друг. То есть, Кришна говорит об этом, что Он самый близкий друг. Нет друга ближе, чем Он. То есть, о чем это говорит? Это подтверждает именно то, что Кришна говорит в конце почти 18 главы, Он говорит, Сарват кума, притяжа, Джуна. В лице Джуна Он обращается ко всем, Он говорит, Я лучший друг. Сухри, Я лучший друг, поэтому положись на Меня, действуй. Но Ида, Джуна говорил, Кришна, здесь в Твоих высказываниях нет никакой логики. Но Кришна говорил, Аджуна, это Выше Логики. Не старайся понять просто, не можешь понять, только просто действуй. Просто положись на Меня. И это универсально. Это срабатывает в любой ситуации. Такова наша жизнь. Единственное, ради чего мы живем и совершаем какие-то усилия, это возможность получить милость, которая будет выглядеть в виде нашей веры, нашего понимания того, что Бог в нашей жизни является нашим самым лучшим другом. И что Он не тот, кто всех нас устрашает, или там убирает, 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 или там убирает. Нет, Он именно тот, кто помогает нам в жизни. И Он помогал нам не только эту жизнь, но и нашей последующей жизни. И если нам не удастся достичь совершенства в этой жизни, и в следующей жизни Он будет рядом с нами. И Он не оставит вас. Об этом говорят все священные писания. Об этом говорят саду, об этом говорят шасты. И поэтому Сам Кришна, Он говорит также об этом, что что бы ты ни делал, что бы ты ни елась, какие бы аскезы ни совершал, делай это в Сынкунте, как в отношении к Нему. Это очень важное настроение в нашей деятельности, чтобы всегда помнить о том, что что бы я ни делал, я делаю это для удовлетворения Кришны. Звучит просто, но не всегда это просто. Не всегда это можно сделать просто, но благодаря процессу преданного служения, который нам оставил Шила Прабхупада, благодаря тому, что мы пытаемся следовать регулирующим принципам, как бы сказать, социальной жизни, которые включают в себя рыба, мясо, яйца. Ходят слухи, что шоколад можно есть. Это очень хорошие принципы, на самом деле. Они делают из живого существа, в человеческой форме жизни, делают настоящего человека. То есть мы выглядим как люди, по крайней мере, когда следуем этим принципам. Есть еще более важные принципы, которые мы должны следовать, невзирая ни на что. Это девять принципов Бхакти, Шравнам, Киртанам, Вишна-Смарадам, как преданы иногда шутят, слушанам Киртанам. То есть мы слушаем Кришну, воспеваем Его Святое Имя. И вследствие этого, что происходит? Вишна-Смарадам. Тогда мы в состоянии помнить о Кришне. И когда мы помним о Кришне, то тогда нам не страшен серый волк. В виде материальной энергии, в виде нашего неуемного ума. И здесь даже Кришна говорит, что Он избавляет от всех страхов. В этом стихе Он говорит, Я созидание и разрушение. То есть то, что созидается, это Кришна, и то, что разрушается, это также Кришна. И вся окружающая нас среда, она именно таким образом живет. Мы проходим все через шесть этапов нашей жизни. Рождение, рост. Какое-то время мы существуем. Воспроизводим побочные продукты. Шастра именно таким образом говорит очень четко. Воспроизводим побочные продукты, увядание и смерть. То есть это шесть этапов, через которые проходит живое существо. Любое живое существо. Будь то человек, будь то цветок, или это какой-то муравей. Они все проходят через эти шесть этапов. И насколько нам удастся развить в себе сознание Кришны, насколько нам удастся привязаться к Кришне, настолько будет удача в нашей жизни, настолько мы будем удача в жизни. Мы сейчас по вечерам стали, по просьбе дочери, стали читать книгу, которую написала Читания Чанрачера. Она называется, эта книга о том, как описывается история, как Байшна выставляли тело. И там есть одна история, называется, я не помню, как его зовут, помню первое, как же его звали, твоего преданного. Но он назовут, я просто скажу, любое имя. Называется Нарком Васи. То есть и глава, в которой описывается, как преданные, оставляют тела в святом месте, то есть вовремя дармами. И вот у одного преданного, Аги Джаганадха Прабу, у него был племянник Васи. Племянник Васи, он по-народному говоря, так жестко подсел на наркоту, рок-н-ролл, и все, его даже женщина не интересовала. Наркотики и рок-н-ролл. И поэтому, когда он начал общаться со своим дядей, дядя как-то пытался его вытащить из этого положения, и дошло до того, что он сказал, слушай, давай поедем в Бриндауну, замечательное место. Тут сказал, поехали, мама сказала, едь, едь, хоть, может, там человека из тебя делали. Человеку 27 лет было, и тут они ходили по Бриндауну, совершали все парикры, и Вася танцевал в Киртане, общался с преднами. Был такой веселый, ни к чему не привязанный человек. То есть, они сидели как-то вечером, и солнце уже садилось, и была очень красивая атмосфера, закат, запах сандала, звон колоколов во время давания в храме. И Вася сидел, смотрел так, это был, по-моему, Киши Гад, и он смотрел, а? Киши Гадичи, красивый, просто закат, вообще не попали. И вот по-красному там сидел, не извините. Он сидел, говорит, Боже мой, какие здесь красивые места. Говорит, я бы отсюда вообще никуда не уехал. Говорит, если бы Кришна мне сказал, Вася, отдай все, отдам. И он говорит, но еще бы пыхнуть хотелось бы. И как только Вася сказал, что хочу пыхнуть, тут подплывает какая-то лодка, и такой же парень в лодке сидит. Говорит, Вася, звал? Звал. Поехали. Они переплыли через на тот берег этого озера, пыхнули, вернулись обратно. И вечером они пошли со своим дядей в храм, и в этом храме был удивительный киртан. То есть, настолько был горячий, насколько был веселый киртан, Вася прыгал выше всех. Танцевал. И вечером они пришли, опять же, на это место, и Вася говорит, точно никуда не уедем, останусь здесь. и вечером они легли спать, и утром пришел один пробул, как-то Баларан, Баларан, как-то его звали, не помню. И это было часу уже шесть утра, и он говорит, ребята, вы что спите, шесть утра уже, как в этой молитве. Когда Адвайда Ачарин обращался к Господу Гауранге и просил его прийти, то один из доводов у него был, он говорил, смотри, они уже шесть утра просыпаются. Надо, чтобы ты пришел разобрался с этим. И Адиджи Ганадхас, Адиджи Ганадха, он проснулся, и так Вася, Вася, вставай. И когда он Васю потрогал, то Вася уже был наполовину холодный. И потом этот предный, который пришел, и он говорит, и это я две недели ходил в трансе. Вообще просто в шоке. Две недели. И я анализировал. Он говорит, я же преданный, уже лет 15, наверное. У меня есть все атрибуты Вайшнава, Джапа Мава, каждый день я просыпаюсь, утром повторяю. А тут какой-то Вася, который где-то там еще через Кешагат переплывает для того, чтобы как бы употребить какие-то то, что нельзя употреблять. Раз, и оставляет тело прямо, и мало того, у него кремация была прямо на Кешагате. И при Джабасе они говорят, что они-то в этой России делают. Говорит, непонятно. Приезжают сюда, и себя вообще ничего не представляют. Но оставляют тело, а он оставил тело, он на Россимхачатурдаши. В общем, там несколько было признаков, по которым, но, самые благоприятные признаки. То есть, и они говорят, неясно. И этот пропаган говорит, я вообще не могу понять, кто тогда признал, и кто не признал. И вообще. Такая история была связана с Васей. И эта история, она как раз именно подчеркивает тот момент, что Кришна, Он говорит здесь, в этом стихе, что Я свидетель, то есть, Он находится в сердце нашим, Он свидетель всех наших помыслов и желаний. Невозможно обмануть Кришну, потому что Он находится рядом, как сверхдуша. Он знает все наши действия, Он знает все наши мысли. Он знает, как бы сказать, нашу подуплеку, то, с какими мотивами мы делаем те или иные вещи. Отлично. Может быть, что-то добавить, я как бы, потому что что-то я исчерпался. Я прочитаю еще раз, и хорошо? Я целехранитель, повелитель и свидетель, обитель, прибежущий с нами близкий друг. Я созидание и разрушение, основа всего сущего, место успокоения и вечной силы. Интересно узнать, что такое обычное семя. Вечное семя. Ну, тот еще во всем остет, откуда ноги растут. Сорвака рамок, ну, причем я всех прощу. Господи. Помогу я спросить? Есть такое, как бы, определение молитвы, когда преданный обращается к Богу какими-то просьбами или еще что-нибудь. Мне интересно, может ли быть наоборот, когда, допустим, Бог не то, что там просит что-то, ну, не молится, конечно, своему преданному, но что-то просит, там, такое бывает, так как именно наоборот процесс. Да. А какие-то примеры, какие-то случаи были? Ну, мне на ум пришел один случай, когда Господь, Говинда же, просил у Санатанка с вами соль. Соль? Угу. Тот делал роти, и божество жило на дереве. На ветке просто стояло, А тут писал книжки, и Говинда же ел, ел, кироти, то есть, ну, просто кусок муки бросили в золу, потом оно испеклось, достали. Там одна вода и мука, ни соль, ничего нету, как-то, ни с афетит, допустим. и он ему предлагал, то есть, и Говинда же говорит ему, Сержишь, Санатана, может, ты это, соль добавишь? Санатана говорит, можно, не вопрос, но ты же потом сахара захочешь, а мне надо книги писать. То есть, как бы, он говорит, если ты хочешь чего-то более, чем то, что я предлагаю тебе, то, ну, будь добр, позаботься о себе. Я, то бишь, как бы, ну, господсчитание сказал, мне надо делать. Это наше югодарма. То есть, мы должны сейчас написать книги, «Сознание Кришны». Потому что в 2014 году, в декабре месяце, придет Серега на Павел, и будет спрашивать. Там кто-то сидит, он ему скажет, надо книжки читать. То есть, если мы будем читать книги, мы просто избавимся от беспокоя связанных, причиняемых умом, так сказать. Вот такая была история. Есть в нем и другие истории, связанные с дустроем мечтанием. А он как? Да? А он? Кто-то просил? Ну, он просил, у Шидгара, он просил, он говорит, проси у меня, то есть. И Клай Шидгара говорил ему, ничего не хочу. У меня есть джапа мало, четкий, я повторяю Харе Кришну, я полностью счастлив. Это как раз по случаю, когда Шила Павупада говорил, повторяю Харе Кришну, будьте счастливы. И Господь Чеканин сказал, нет, ты должен мне что-то попросить. Кришна говорит, что тот, кто, несмотря ни на что, повторяет мое святое имя, я чувствую долг перед этим человеком. И всячески стремлюсь исполнить свой долг. То есть, у Кришны есть какая-то задолженность, и он начинает, как бы, пытаться, как бы, избавиться от этого долга. И Калаевич Ширгар сказал, ничего не хочу, и Господь Чеканин сказал, хочешь, я по царю сделаю. Ты будешь очень богатым царем. Я тоже сказал, зачем я это. Хотя при этом всем Калаевич Ширгар жил в глиняной хижине, в которой были дырки. Когда шел дождь, он протекал, он какие-то тазики стаял. У него была дырявая отходь, он завязывал его на узел. У него там было где-то 10 узлов на этом отходе. И когда Господь Чеканин его спрашивал, Калаевич, что ты ходишь, как муж такой, Калаевич. То есть, и Калаевич ширгар шумно. Не прикрывает тело, что ли? И тогда, то есть, Калаевич Ширгар понял, что Господь Чеканин все-таки, как бы, ну, хочет. И поэтому сказать Кришне нет, категорически так. То есть, это нужно находиться в определенном, как бы, настроении с Ним. И, похоже, тут, как бы, может быть, была другая, какая-то ситуация. Но он сказал, хорошо, если ты настаиваешь, я хочу, чтобы ты приходил ко мне всегда и торговался со мной из-за этих банановой тарелки, то есть. То есть, вот так вот. Или, даже с Другом Ахаража была та же история. Когда он увидел Господа Вишну, то Другом Ахаража сказал, ничего не хочу. Он вдруг как бы сравнил Господа Вишну то, что он хотел свои желания. Он понял, что его желания это всего лишь из столки битого стекла. И он сказал, ничего не хочу. Но Господа Вишну сказал, но ты хотел. И ради этого ты совершал аскезу, поэтому ты это получишь. И он давал ему это. Он давал ему планету Друголоку, которая до сих пор это планета духовного мира. Ну, то есть, это нематериальная жизнь. Вокруг в нее все двери все вращаются Друг. То есть, если нам удастся удовлетворить Кришну, то тогда мы имеем очень хорошего Друга. Того Друга, о котором мы мечтаем с детства. То есть, из жизни в жизнь мы мечтаем иметь такого Друга, такую опору, такого Защитника. это именно то, что исполнится наше знание с лихвой. Срава, ускорила флода вопроса, что Пухпада как-то признался, что Кришна лично к Нему приходил и несколько раз просил прийти в этот материальный мир, чтобы присоединиться со своей во сне, что-ли? или как-то? А, еще раз, но утром. До такого Друга, как Шел Пухпада пришел в этот мир, признался, что Кришна трижды приходил ко Нашу пригласить на Него Поповедовать. Два раза Он ему отказал. На третьей дни. Отзывет. Два страшно. Дополнено вопросов. Я думаю, что Кришна просит нас через своих чистых преданных к нам обращаться. Тоже мы каждому из нас. Через Ребю Поповеда, через учителей, через действия обращаемся. Джим Джагу, Джим Джагу. И Шачиро Коли. Это песня, которую Зоя с Колей они пели под гитару. Это в конце пишет Чиро Коли. Песня про Коли. Да, песня про Коли. Про Сниз Душа. Есть один предный в Германии. Он распространяет книги до сих пор. Он еще начал это распространять. Я не знаю, но если эта книга Никар Санкиртана вышла в 90-х, в 92-м или в 93-м, то он уже распространял книги. Это был Брихад Пану Прабу, он немец. И у него есть такая реализация, то есть распространявшись книгу, написал такую реализацию, что Кришна будет танцевать на нашей голове, как он танцевал над змеей Кали, из того выходил весь яд. То есть когда из Кали вышел весь яд, тогда Кришна перестал танцевать и Кали понял, что надо выдаваться. Но до тех пор, пока у нас есть яд, мы никак не можем понять, что надо делать. Кришна Это также очень дружеская услуга на самом деле, потому что иногда мы строим какие-то планы в отношении чего-то и когда наши планы не сбываются, то как преданные, то на кого же мы обижаться, как на Кришну, правильно? Мы же знаем, что он лучший друг. Но в действительности нужно правильно понимать эти вещи, то есть почему у нас не получается то или любое. И Кришна в действительности, как сказал Витя Прабулу, в действительности с нами разговаривает через три основных источника это Гуру, Шасла и Сады. Я даже помню один Махараш тоже он как-то вдохновлял предных насанкепп и говорил, что Кришна именно будет таким образом поступать. Черенчан рассказывал такую историю, он говорил, что до инициации человек живет как ребенок до пяти лет. Знаете, в Шаслах говорится, что ребенок до пяти лет нет, это царь. Вот он живет, он хочешь это, на это, то есть любой каприз его исполняется, его никто не наказывает, потому что до пяти лет ребенок не понимает причинно-следственные, то есть он не понимает, за что его наказывают. и он живет как царь. Также Четенчан он говорит, что до инициации человек живет именно таким образом, он как царь. Кришна исполняет все его желания. Я помню свою жизнь, когда я присоединился в движении сознания Кришны, я был в шуте. Исполнялось все, просто все. Это я сейчас понимаю, что надо было еще иметь другие желания, чтобы еще это и это и это было. Тогда, поскольку я по жизни минималист, то есть у него были небольшие желания, Кришна исполнили все. Но, как говорит Четенчана Чарамбруву, что после инициации Кришна говорит, а теперь будем делать то, что надо делать. Теперь мы будем делать из себя человека. Вот поэтому он принимает самое что ни на есть активное участие в нашей жизни. Шрик Шри Пишина богаван ки Шри ки 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 богаван ки 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 Г至ямо Бхагадного салтинга.